Привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас интересные покупочки в Валберис, Азон, Яндекс.Маркет. Итак, поехали. Покупочки в Валберис, много всего интересного. Первое, это наполнитель. Наполнитель для кресла груши нашей. Немножко со временем приминается. Вот заказала еще 70 литров. Подсыпать. Хочется по объему, не хочется, чтобы, ну, когда садишься, спинка стояла, а он уже немножко подпрямялся. Это обычный наполнитель такой. Из пенопласта. Самый дешевый вот нашла на Валберис. 200 с чем-то рублей за 70 литров. Вообще, цена потрясающая. Вот так в мешочке он пришел. Здорово. Следующая покупка это лампа. Я, кстати, ничего не проверяла. Мне привез муж. Все, поэтому сейчас надо будет обязательно включить, проверить. Лампа для маникюра, потому что это LED плюс UV лампа. У меня до сих пор чистая UV. И маленькая LED лампа, вот такая вот китайская, для одного ноготочка. Там всего три диодика. Здесь, по-моему, я смотрела 24 диода, если я не ошибаюсь. 48 ватт. Ну, то есть, не самая мощная, как я понимаю, но зато за 400 тысяч рублей. По-моему, в карточке товара написано, что 24 диода. Вот, сейчас открою, проверю. О, дисплей загорелся. Это уже радует. Была упакована еще в пупырку. Это сан, они сейчас эти лампы везде в подарок положили. Три палочки, один бафик и несколько безворсовых салфеток. И бумажку вот такую. Так, сейчас попробуем. Здесь таймер есть, по-моему, на 60, на 30 и даже на 10 секунд. Вот, да, все работает, все отлично. Здорово. Все диоды светятся. Вам не видно? Я вижу. Все диоды светятся абсолютно. Здорово. Такая вот лампа. Ну, обычная классическая лампа. Дальше. Два набора вот таких вот губок на кухню. Теперь запас будет огромный. Я вообще последними заказала вот эти. И они в два раза дороже. Мне захотелось вот такие. Именно, во-первых, они красивые серенькие. Подойдут под диспенсер мой для кухонного средства. Во-вторых, мне казалось, они лучше по качеству. Вот эти 100 с чем-то рублей, эти 200 с чем-то рублей. Я всегда вот такие раньше брала. Ну, раз в несколько дней губки меняю. Это удобно, на самом деле. Так, вроде все. Сейчас достану, покажу. Вот тут вот интересная губка. Вот так они выглядят. Размер, в принципе, приблизительно одинаковый. Но в черной здесь вот губка. Но мне нравится, когда вот именно такая губка. Видите, более пористая. Они более долговечные, на мой взгляд. Здесь очень жесткая сторона. Все как положено. А здесь посередине прям мягенькая. Очень жесткая сторона. И вот тут вот тоже мягенькая. Она как поролончик, но она погрубее, чем белая. Но красивые, мимимишные. Такой диспенсер, поэтому у меня серенькие губочки. Прямо проходят и подходят идеально. Поэтому я пока останавливаюсь на них. Следующая покупка Valberis – это скатерть. Абсолютно такая же, какая у меня сейчас на кухонном столе. Хотя я долго выбирала. Думала, может взять что-то новенькое. Но нет. Все-таки это самый мой любимый цвет. Больше всего подходит. Такой же буквально цвет, как и шторки. Мои вот эти вот. Как и много аксессуаров на кухне. И нет визуального шума. Клетка, она не создает визуальный шум. Вот когда там всякие рисунки, я не знаю, там, ананасы, чашки кофе и так далее. Я это уже давно не беру, потому что некрасиво. Размер 110 на 140. У них есть разные размеры. Качество тоже хорошее. Вот это предыдущее у меня пролежало, наверное, год. Вот, смотрите, как бы моя старая скатерть. Она где-то местами выцела, очищала я от чего-то. Где-то ее уже поцарапали и порезали. Вот так вот выглядит новенькая, уже поярче. И прям красота. Сейчас старую выкинем, новую постелим. Здорово. Даже если расход одна скатерть на год, это вообще ерунда. Она, кстати, плотная, обычная, ПВХ вот такая вот. По размеру мне хватает. И цвет классный. Будем стелить сейчас. На покупочка Озон это стайлер Пионер. Очень интересный стайлер, который можно использовать не только для упрямления, но и для завивки волос. Смотрите, какие здесь изогнутые пластины. Я, если честно, такое вижу впервые. Здесь у нас с вами инновация от японских ученых SmartPet. Это когда пластины анализируют структуру наших волос, и прибор подстраивается именно под нас. Анализ идет по пяти параметрам. Тип волос, то есть тонкие, сухие или жирные, толщина волоса, длина волоса и возраст волос. Также состояние волос нормальные, там окрашенные, поврежденные, у кого какие. Интересная очень функция. Будем вместе с вами все тестировать. Это не только выпрямление, но и завивка волос. А еще восстановление структуры волос, остановка выпадения, пробуждение уснувших луковиц, фолликул и запечатывание секущихся кончиков. Это все происходит благодаря тому, что пластины обработаны тормалином. Вот так выглядит сам прибор. Смотрите, какой интересный. И, кстати, пластины изогнуты для чего и почему. Смотрите, а еще они амортизируют. То есть, когда мы нажимаем на пластину, видите, она двигается. Это специальный такой ход для того, чтобы сильно не пережимать волосы. Сильно не пережимать волосы, не делать из них сосульки. И чтобы волос не повреждался сильно. Таким образом, очень здорово. На самом деле, будем испытывать, как скользит и так далее. Расчесочки здесь есть с двух сторон. Это тоже большой плюс от руководства. По пользованию гарантия все в комплекте. И стайлер представлен на зон в двух цветах. Вот такой вот сиреневый. Да, сиреневый? Ну да, сиреневый. И такой вот светленький ментоловый. Красивый тоже очень цвет. Из плюсов. Еще здесь вращение шнура на 360 градусов. То есть, он у нас с вами вот здесь вращается. Это сделано специально для того, чтобы избежать перекручивания шнура и, соответственно, его повреждения. Смотрите, еще из плюсов. У нас с вами регулировка температуры. Здесь LED-дисплей от 150 до 230 градусов. Аппарат, кстати, одобрен трихологами. И с ним мы каждый день можем делать новые прически. Либо гладкие волосы, либо волны. Итак, погнали тестировать. Еще неоспоримые плюсы. Во-первых, это двухметровый провод. Двухметровый. Представляете, в любом месте можно делать себе прическу. Если у вас, как у меня, например, в ванной нет розетки, то я свободно могу включить в коридоре и ванной перед зеркалом делать. Длина позволяет. Блокировка пластин. Смотрите, здесь есть кнопочка. Мы ее нажимаем. Пластины зажаты. Все. Открываем. Вот он дисплей, который мы сейчас будем с вами изучать. Включим прибор в розеточку. Он включен. Мы видим, что у нас там на дисплее отображается OFF. То есть мы еще его не включили на кнопочку. Нажимаем на кнопку. У нас по умолчанию идет нагрев до 200 градусов. Вот побежала уже температура. Хорошо видно. Который регулируется методом нажатия на кнопочку. Несколько раз. Вот 220. Они совсем слегка теплые. Очень комфортно держать стайлер. То есть зажимать прядку. Все просто замечательно. Что мы делаем? У меня волосы высохли естественным путем. Я хочу сделать легкие кудряшки. До этого давайте продемонстрирую вам, как он выпрямляет волосы. Давайте смотреть. Давайте пробовать вместе тестить. Так. Зажимаем прядку. И ведем. Ой, слушайте. Вообще не цепляет волос. Вообще не цепляет волос и не дерет. Мне кажется, это первый у меня такой выпрямитель, который вообще не цепляет волос. Совершенно его не зажимает грубо. Очень легко плавно вести. Вот это могу отметить. Все-таки смысл в таких изогнутых пластинах явно есть. Так. Дальше. Я прям возьму сейчас толстую прядь. Попробую. Вообще ничего цепляет. Не цепляет. Как по маслу. Как по маслу. Вот тут у меня кудряха. Давайте ее распрямлю. Посмотрим. Я веду специально медленно. А сам прибор нет. Ну вот. Все идеально распрямляется. Все отлично. И не выглядит как сосульки. Слушайте. Вот так вот кончики. Быстренько в порядок привести. Я вообще сейчас очень редко использую фен. Во-первых, шапки. Но сейчас уже шапки мы с вами скоро будем снимать. Поэтому такой прибор очень даже уместен. Мне, кстати, очень далеко. Розетка. И вот этот длинный шнур, он вообще великолепен. Вот он как вращается. Очень быстро. Очень классно. Мне нравится. Ставим необходимую температуру. И все замечательно. Супер. Но я хочу делать кудряшки. Я вообще... У меня практически никогда не получается утюжком делать кудряшки. Я надеюсь, что с таким прибором, с такими пластинами это станет гораздо легче. Так, что мы с вами делаем? Челку я пока свою убираю. Мы берем прядку. Тринь. Такой толщины возьму. Вот так. Зажимаем ее между пластинами. И поворачиваем от лица на 180 градусов. Чем медленнее мы ведем, тем должна быть кучеряшка-кучерябие. Так. У нас должны получиться такие упругие лопна. О, класс! Вы посмотрите, какая кучеряшка! Супер! Слушайте, у меня первый раз в общую стейлеру получились кучеряшки. Так, давайте с другой стороны. Я не хотела на самом деле такую сильную. Мне просто было интересно протестировать, получится у меня или нет. О, я счастлива. Так, даже не мальчок. Надо ее было убрать, чтобы она не мешалась. Давайте посмотрим. Легкую волну. Легкую волну. Ну, волосы уже отрастают. Иногда хочется чего-нибудь такого эдакого. Так, легкую волну сейчас сделаем. Класс! Да неужели? Да неужели я могу делать кучеряги с помощью стейлера? Это просто великолепно. Сейчас веду быстро. Так, закручиваем куда нам надо. Шикарненько. Слушайте, как я вам с кучерягами. Так, теперь здесь. Потолще попробую сейчас прятку. Беремся за наконечники. Они вообще перьеры теплые, что очень удобно. Так, тут что-то пошло не так у меня. Вот, вот, вот такую именно волну я люблю. Прям очень. Причем даже не на каждой прятке, а через раз. Вот такая мне прическа нравится. Я никаких, кстати, укладочных средств вообще не использовала. Просто высохли волосы и все. То есть, если нам нужна волна посильнее, мы ведем медленно, соответственно. Если нам нужна волна по меньше, легкая, мы ведем быстро. Сейчас доделаю и покажу, что получилось. У кого челк, шторк, вообще получается обалденно. Я для себя сейчас отметила. Смотрите. Ее прям очень быстро провожу. Прям вот так. Прям быстренько. И она так классно ложится. Огонь. Вот такая красота у меня получилась. Слушайте, 3 минуты. Объемная укладка готова. Кудри, я их пока не трогаю. Пусть они в этом положении немножечко зафиксируются. У меня, в принципе, волос достаточно такой тяжелый. И что в школе, помню, со мной мучились, что я сама. Накрутки мои волосы практически не поддаются. А тут все супер, все замечательно. Прибор выключаем. Можно закрыть пластины кнопочкой, чтобы никто не обжегся. Это тоже очень удобно. В общем, я довольна, девчонки. Мне прям понравилось. Все супер. Ни один волос, кстати, не пострадал и не вырвался. Вообще не рвет волосы. Все супер, все отлично. Но, естественно, перед завивкой и выпрямлением волос расчесываем, чтобы у нас не было таких всяких эксцессов. Таким гаджетом тратить деньги на салонные укладки просто теряет смысл. Дома можно легко и очень просто сделать себе обалденную прическу на любое мероприятие. И вообще на каждый день за несколько минут. У меня реально первый раз с помощью стайлера получились локоны. Нормальные локоны. Турмалиновые пластины сделали свое дело. Волосики, правда, блестят. Все выглядит замечательно, отлично, просто, быстро. Ну, а если вдруг захочется сделать кератиновое выпрямление или ботокс для волос самой в домашних условиях, то этот гаджет станет прям отличным помощником. Мне кажется, он мгновенно просто запечатает секущиеся кончики без повреждения волос. Все замечательно, все отлично. И можно несколько месяцев ходить к красотке. В общем, я довольна. Супер. И еще две покупочки. Валберис – это скетчбуки. Два разных взяла. Кстати, они совсем разные. Здесь такой вот картон, обложка. А здесь прям... Да, да, пресс. А здесь такая прям твердая, как книжная. Слушайте, хотя они все до 100 рублей. Очень классно. Для записей я не очень люблю ежедневники. Я для себя в последнее время сделала вывод, что их просто не веду. А вот что-нибудь черкануть такое, не на специальной графе, а просто черкануть, вот такого не хватает. Так, сейчас открою. Вот так они выглядят. Так, этот у нас открывается вверх. Тут такой, ну, плотненький картон. Обычные белые листы. Для заметочки оторвать можно симпатичный. Симпатичный. Сколько листов здесь, я забыла. Но здесь, а, так вот, плотность бумаги. Все, девчонки, 90 с чем-то рублей. До 100 рублей. Я дороже не смотрела даже. Здесь плотность, кстати, листов побольше 100. И количество листов. Сейчас посмотрим. А, размер у них опять у всех. 64 листа. Так, а где же у нас здесь информация? Здесь, мне кажется, немножко поменьше листиков. Вот тут, наверное, да. 80, наоборот, больше. Ничего себе. Здесь листов больше, но листы тоньше. Но обычные, в принципе, листы. А здесь обложечка такая вот прям толстая-толстая. Очень толстая. И тут листы бежевые. Ой, как мне нравятся. И они такие тактильно приятные. Слушайте, я вот этот, наверное, себе заберу. Зелененькие, Ксюшки, отдам. Мне нравится. Смотрите, это бежевые листы. Вот если сравнивать. Это бежевые листы. И они какие-то тут гладенькие. А здесь не совсем гладенькие. Мне кажется, какой-нибудь перьевой ручкой на таком листе будет писать. Очень приятно. Класс. Мне нравится. Слушайте, надо взять еще пока цена такая. Еще две покупочки. Здесь у меня вот такой интересный держать для телефона. Причем я выбирала белый цвет. Не знаю, какой прислали. Оно написано белое. Сейчас открою, покажу, как все это будет дело выглядеть. И зажимы для типс. То есть у меня сейчас на руках, вы видите, наручные ногти с помощью гелевых типс. И чтобы прижимать их во время сушки, чтобы они получше прилипали, для этого, оказывается, существуют зажимы. Я об этом не знала, но потом поискала, когда уже наращивала, я поняла, что все-таки неудобно. Надо чем-то хорошенько прижимать, тогда все будет варикутно. И так как варикутно, так будет еще лучше. Здесь зажимы пластиковые и зажимы металлические. Точно крепкая такая конструкция. Можно, в принципе, это пластик. Это пластик, причем он такой пластик плотный. Вы поняли, да, что вот сюда вот так ставится телефон. Сейчас попробую поставить. Вот так. Ну, с книжкой неудобно, конечно. В общем, вот сюда ставится телефон. Планшет навряд ли. И вот так вот можно смотреть где угодно. Металлические зажимы для боковых валиков, чтобы их отодвигать. А вот этот зажим именно для того, чтобы держать типс. Я так смотрю, как он к ногтю привлекает. Не могли бы удобнее, что ли, сделать? Ну, вроде прижимает. Вроде вот как бы прижимает. Надо будет посмотреть потом в работе, как они себя покажут. Две штуки, оно больше не надо. Щеточку в подарок положили. Вот так. Покупчик. Валберс, это любимый-то место. Я просто использую для унитаза только его, потому что он самый дешевый получается. Вот гонишься за дешевизной, берешь по типу браев всякие такие шарики, но их хватает на неделю. А этого хватает на две недели. То есть, я ухватила его по акции сейчас за 300, небольшой мне кажется. Белый. Еще ни разу не пробовала, мне больше всего оранжевый нравится. То есть, делим цену пополам. 150 рублей три штуки. Потому что он гораздо дольше висит и не кончается. Вот, поэтому, естественно, он самый экономичный выходит. И здесь самая классная душка. Он действительно очищает унитаз, работает во всех направлениях. Поэтому дарила, посмотрела, понюхала. Вкусно. Знаете, такой аромат, ну не пойму, и свежесть. И пена для бритья мужская. В общем, аромат прикольный. Крестюш, не слушай, малыш. Аромат прикольный, выражен ярко. Его слышно в туалетной комнате. Поэтому даже ничего не хочу больше пробовать, экспериментировать. Хотя уже все, мне кажется, пробовала. Это самый экономичный, самый классный вариант. Купочки Озон и Яндекс.Маркет. Открываем. Здесь у меня моя прелесть. Так, ну первое, что заказала, это Доместас. Доместас. Самые мои любимые вот эти вот блоки для унитаза. Я уже тысячу раз вам про них рассказывала. Они, наконец-то, подешевели. Очень долго ждала. На Озон. Вот, 290 с чем-то рублей. Это прям шикарная цена для трех штук. С учетом того, что одной штуки хватает на две недели. Потрясающая штука. Подешевели. Наконец-то счастливо. Надо сейчас посмотреть и вторую заказать. Тут же я люблю прям запас. В прошлый раз взяла, когда было дешево. Они еще по 260 с чем-то мы их урвали. Я прям несколько упаковывала. Зала прелесть. И пахнут очень ярко, насыщенно. Супер. А это сковорода, девочки. Давно на нее смотрю. Положила ее в корзину на Яндекс.Маркете. Сравнивала. Самая дешевая цена на Яндекс.Маркете. Искала, лазила, смотрела. Сравнивала тысячи с небольшим. Шикарная сковорода за такие деньги. Просто шикарная. 26 сантиметров. Сейчас открою, расскажу, почему именно она. Пришла упакована в пупыгерку, в коробку. Коробку я уже на пункте выдачи оставила. Сковорода летая. Традиция. Бренд называется 26 сантиметров. Мне нужно было. Так у них там разные размеры. Ссылку оставлю. Пойдете, посмотрите, какой вам нужен. Мне был именно важен момент летая. По типу кукмара. Вот у меня стоит жаровня кукмара. То есть дно летое. Без всякой вот этой вот металлической ерунды на дне. Потому что она очень быстро приходит в негодность. И очищать ее потом то и дело не хочу. Вот у кукмара уже ровнет дно летое. У вот этой вот малиновой. И я ни разу не чистила дно. Ни разу. То есть оно не пригорает. С ним ничего не случается. Все отлично. Сейчас покажу. Так, что у нас тут с вами. И, конечно, мне толщина стенок была важна. Это достаточно тяжелая сковорода. С толстыми стенками. Ну и плюс красиво. Там была и съемная ручка, и несъемная. Я взяла несъемную, потому что в духовке я ее не планирую использовать. А так со съемной ручкой рублей на 100 что ли дороже. Но вообще для такого качества сковороды, девчонки, очень смешная цена. Но вот эти литые сковороды, они, насколько я знаю, не подходят на индукцию. Здесь электрическая плита, газовая плита, стекло, керамика. И в посудомойке тоже можно. На индукцию они не подходят. То есть на индукцию с вот этим вот только дном поганым подходят. В общем, про что я говорю. Ну вот вся информация, кому интересно. Но у нас в магазинах даже вот в самых дешевых сковороды такого качества стоят гораздо дороже. Пятислойная. Крышек у меня полно, поэтому убрала тоже без крышки. Сейчас этикетку оторву и покажу, какое дно имею в виду. Говорят, что я имею в виду. Литое дно. Вот здесь обычно на сковородках какой-то металл. Присутствуют вот эти вот всякие, как на тефалях и так далее. Терпеть вот это дело не могу. Потому что выглядит, во-первых, неэстетично и вообще мне не нравится. Дизайн. Мне безумно понравился цвет. Вот эта вот ручка под дерево. Она очень красива. Ну и вот в целом вот такая вот сковородочка. Вот так вот выглядит внутри. Я думаю, можно даже поначалу без маслицы на ней жарить. Высокая, красивая, стильная. В общем, у меня дикий восторг. У меня дикий восторг. У меня сложилась любовь. Она очень долго у меня лежала в корзине. И все-таки я созрела. Да, именно такую и никакую другую я хочу. Ну и тем более цена. Цена тоже была самая бюджетная на подобный товар. Все. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Все ссылочки, как всегда, в описании в инфобоксе. Всех люблю. Целую. Всем пока. Пока.